Почему змеи высовывают свой язык? Охлаждаются? Перемещаются. Здравствуйте, дорогие зрители. Не телезрители, а мониторы зрителей, экраны телефонов зрителей. Меня зовут Джека, это канал Негодяй ТВ. Сейчас будет народное шоу, которое я очень скромненько назвал «Вопросы за бабоса». Немного я вялый. Вялый, потому что сейчас были длинные выходные. Суббота, воскресенье, понедельник, связанные с 23 февраля. Каждый день какие-то были движухи. То туда, то туда, то туда, то туда. Сейчас люди ходят, буду кого-то выцеплять потихонечку. Мужик какой-то идет, сейчас его зацепим, может. Вопросы за бабоса. Спонсор программы 4коврика.рф Коврики ништяк, да. Сегодня увидите рекламу, вам она понравится очень сильно. Здравствуйте, мужчина. Поговорим немножко на скрытую камеру. Я так рад, что вы заинтересовались. Можно вас поближе, это у нас будет плохо, очень видно. Меня зовут Джека, давайте знакомиться. Иван, я снимаю народное шоу. Что входит в это видео? Мы с вами знакомимся. Там Вась, Вась, Тоси, Боси. Потом я вам задаю простые вопросы, 5 штук. Отвечаете на них правильно, получаете 1000 рублев. Добро. Добро? Как называется канал? Негодяй-то вы. Негодяй-то вы. Смотрите ютубчик? Я смотрю влогеров, путешественников. Птышкин? Нет, нет, нет. Давайте поближе встанем. Вы куда путь-то держите? Домой. Откуда? С поликлиники. Все нормально, здорово? Ну слава богу, пока время есть, обследуюсь. Ну правильно, ДМС? ДМС. Почему летом жарче, чем зимой? Потому что солнце так к земле ближе. Это неправильный ответ. Неправильный. Все зависит от солнца, положение земли ближе к солнцу. В какой момент? От чего это зависит? Именно от расстояния? От расстояния, думаю. Да? Но это неправильно, прикиньте. Вот сейчас земля становится на орбиту определенную. И солнечные лучи не так. Что за определенная орбита? Ну, дальнеудаленная от солнца. А как это выходит? То есть она на другой стороне поворачивается земля, получается. Потому что она в каком положении находится? Ну, в каком положении? Ну, она крутится вокруг своей оси, правильно? Крутится как вот глобус. Условно уже так крутишь его. Ну, крутится и что? Если вот лампу поставить, допустим. А мы крутимся, правильно? Да, мы крутимся. И что? Ну, получается, вот, допустим, земля, вот, сейчас вот, от солнца. Когда она крутится? День и ночь? День и ночь, да. Ну, плюс еще ко всему, что активность солнечных лучей влияет же, правильно? Я все равно не понимаю. Ну, они получились косты. Давайте, смотрите, я ребенок маленький, говорю, папа, почему летом тепло, а зимой холодно? Отвечайте, пожалуйста, отец. Ну, допустим, земля еще вокруг, собственно, оси крутится, еще орбита идет полностью. Ну, то, что она крутится вокруг своей оси, это на какие факторы влияет? День и ночь. Да. А если большая вот этот радиус, он как бы влияет зима, лето. А что влияет-то? Ну, вот солнце стоит. Солнечная система, так называемая, она же крутится, правильно? Получается, удаленность влияет? Удаленность, да. То есть, есть где-то момент, где мы подальше находимся от солнца, это неправильно? Ну, такие сложные мне вопросы. Это же не сложный вопрос. У меня вот дочка сейчас 4 года, она скоро у меня спросит. Придется что-то выкручивать ей. Мне 16 лет дочке, она мне дает сама ответить. Да? Позвоним дочке? Нет, сейчас она на уроке. А, да? Скажите, хотите позвоним кому-нибудь? А? Нет, спросим. Я уверен, что зависит все равно от движения Земли. У нас Земля, она наклонена? Ну да, она чуть-чуть все равно осенью. Ну вот, от этого и зависит. То есть, фактор это просто наклон земной оси? Все, от полушария. В одном полушарии лето, допустим, да? Теплее. В северном полушарии, допустим. Короче, вы считаете, что вы правильно ответили на вопрос? Ну, я думаю, приблизительно. Давайте опустим все эти формальности. Опускаем. Второй вопрос. Как называется длина круга? Длина круга? Угу. Радиус это здесь? Нет. Диаметр? Нет. Если измерить всю длину круга... Диаметр? Нет. Допустим, ты берешь болт диаметром такой, чтобы он попал. Радиус это... Радиус. Ага. Диаметр, я думал, что это вот по всей длине. Опять я не угадал. Мы хотим измерить длину окружности. И нам нужна длина чего? Я только что сказал это слово. А, диаметр умножить на радиус, что ли, получается? Нет. Я запутался. Праздники, конечно. Как праздники-то вообще эти были? Отлично. Очень много дней, я считаю. Я вообще, вот я даже еле... Еле рот открываю. Я сейчас тоже чуть-чуть размораживаюсь немножко. Еще погоду поменял. Сто мерзли две недели. Как называется длина круга? Длина круга... Окружность. Кто автор Робинзона Круза? Даниил Дефо. Классная шапка. Чего боятся люди, которые страдают электрофобией? Вру. Электрофобией. Без вариантов не обойтись. Варианты какие? Этот вопрос с вариантами. Волос. Куриц. Потаскух. Ящера подобных. Выбирайте что-то одно. Куриц можно бояться? Ну, люди... Бывают всякие разные. Там замкнутое пространство в основном. Там туда-сюда темнота. Женщин легкого поведения. Я такого не слышал. Не слыхали, да? Скорее всего. Волосы. А ящера подобных? Ну, это получается другое. Это... Как это? Серпентарии там вот эти. Есть звонок другу. А прикиньте, куриц боятся. Да смехоты. Куриц, да? Кому звонить? Не знаю. Позвоните кому-нибудь. Электрофобия. Олекта. А вы кем работаете? Сейчас поиск, кладовщик. Не монтажник. Кому звоним? Соседу. Как зовут соседа? Вячеслав. Давайте на громкую связь. Алло. Зава. Алло. Да, здорово. Привет. Слушай, вопрос. Что такое алектофобия? Алекторофобия. Алекторофобия. Что это такое? Чего боятся люди? Что боятся люди? Я не знаю. Все, ладно, давай, пока. Не текать. Все сложно. Где такие вопросы находите? В честь 23 февраля 50 на 50 сделаем. Так. Итак, волос или курица? Так, 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 так. Волос. Или курица? Ну, курица как там, по-латински галина, да? Галина бланка. Ну, галина, да. Серьезно? Да. Волос, волос. Все. Или курица? Волос. Все-таки курица? Потому что курица тогда и петухов. Курица или волос? Волос. Курица или волос? Волос. Курица. Курица. Серьезно, курица. Иван, спасибо вам большое. С прошедшим вас праздником. До вас встреча была прошедшая, если что. Передайте привет. Можешь что-нибудь сказать кому-нибудь. Подписывайтесь, да? Ставьте лайк или что-то. Хрен с ним. Что-нибудь. Всем, кто меня знает, привет. Доброе здоровье всем. И хорошего настроения. Решего вам настроения. Все, спасибо вам. Чтобы не болели. До свидания. Салвай. Да, да, да. Здравствуйте, Николай. Можно я в прямом эфире подарок сделаю? В прямом эфире? Друзья, можно вас, если вы хотите? Да, можно подарок сделаете? Прямо сейчас? Давай, братское сердце. Мы сейчас в баню с Колянем пойдем. Да, вот. И в свете этого, здравствуйте. Я на консек ворвался, я вижу вас. В свете этого, ребята. Это тебе пожара. Ай, братское сердце, братан. Я не нарушу, ты. Сейчас пойдем в баню. 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 Подписывайтесь, обязательно. Нормально. Ешь Ширяев. Так себе, конечно, балдопон. Да сними, конечно, ты поломаешься. Смотрите, ребята милые, да. Ребята, давайте к нам. Это ты? Поддержишь колбасочку, брат? Колбасочку, да. Поддержу. Одену шапку, брат. Одевай. Так. Ну, ты можешь снимать. Шлем ты, не бойся. Мы не заразные. Мы только сейчас посмотрели Том и Джерри. Очень странный мультик, вообще. У нас недавно был день рождения. У вас? Да, да, да. У тебя? Два второго, это семнадцатого, да, да. Идите сюда, чтобы вас было. Давайте поближе, поближе сюда. Вот мы здесь. Человек измученный на заново. Ребятушки, давайте знакомиться. Я Жека. Привет. Я Пашка. Пашка, фото КТ. Как вас зовут? Ольга. Шикарно, вот это вот, мне очень нравится. Праздник, праздник был. Классно. Вы не смотрели вот эту всю дрянь в Ютубе, которую я веду, нет? Я на тебя подписан, ты меня не добавляешь в друзья. Вопрос за... Не добавляешь? Да, да, ты мне не добавляешь. А что, я могу как-то добавлять, друзья? Да, да, да. Где? Вконтакте и в Инстаграме. Вконтакте я даже не залезу. Не залезу. В Ютубе самый мощный чувак на Ютубе. Блин, спасибо тебе, Пашка. Давай. Что сделали в татуировке? Ну-ка. Покажешь? Давай. Сейчас прямо сделали? Вчера. Это вот что-то такие вот треугольнички, квадратики. Ну, фотошоп, life is the short. А у тебя что-то такое? А у меня Кали Кот. Кошечка. Классно. Так, ребятушки, давайте погоним сразу же. Что Ели пенится, да? Вместе будете отвечать? Ну да. Великая группа попытки. В пять вопросов Е. Классная заставочка. Е. Секунду вашего внимания. Обращаюсь к автомобилистам. Не знаю, как у вас. У меня есть такая тема, когда дворники погано работают. И ты делаешь себе праздник и покупаешь себе новые дворники. И вроде бы мелочь, но до такой степени она приятная. Такая же тема у меня случилась. Кто бы мог подумать. С ковриками. С обычными ковриками в машину. Мне подарили коврики. Опа. Я считаю, даже очень. Серьезненько, да? Здесь вот так вот. Тут вот так вот, да? Красота. Вообще красава. Красава. Смотрим. Здесь такие заклепочки. Видим. Опа. Они уже здесь. Как у себя дома. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Сразу же, не отходя от кассы. Индивидуальный пошив на каждую модель. Есть такие модельки автомобиля. Есть другие модельки. Сечом. Учитываются все особенности автомобиля. Большой выбор цветовых сочетаний. Более 250 вариантов. Хороши как летом, так и зимой. А в особенности весной и осенью, когда много слякоти. Дадим еще промокод для своих подписчиков со скидкой 5-10%. Как промокод лучше назвать? Давайте назовем промокод Негодяй ТВ. Я, короче, ехал и не закрыл капот. В итоге, при скорости 80 км в час, вся эта лабуда вот так вот наверх. Вот, смотрим, какие косички. Здесь вот говорят на замену. Здесь вот такая лабуда. Здесь вот такая лабуда. Ежу к разным мастерам. Одни говорят полтинник ремонт. Другие 60. Другие 40. Я уже запутался, короче. Но я считаю, что даже сорокет, но это дофига. Ёкарный баба. Короче, кто занимается тем, что тачки делают ремонт. Ну, напишите мне в инстаграме от души, чтобы понять. Хочу в марте починить все это дело. Да, вот такой вот я мудозвон взял и не закрыл багажник. Блин, и вся поднялась конструкция. Малышка кличка у этой машины. Какие деревья растут из желудей? Деревья. Дубы. Они самые. Дубы-колдуны. Дубы-дубы-дубы-дубы. А, красава. Внимание, друзья, спектакль либо другое представление в честь или в пользу одного из его участников. Бенефис. В точечку залетели прямо. Следующая музыкальная, господа. Итак, иностранная. Стинг. Определенно стинг. Опа. О май гад. Я за этой самой, как его, за метро. За метро. Иди туда, где мы снимали. Подходи сюда. Клептон? 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 Клептон. А как Клептон назвать? Эрик. Эрик, все верно. Эрик Клептон. Подводочка. Подводочка? Ну типа то, что мы угадали. Почему змеи высовывают свой язык? Охлаждаются? Змеи высовывают свой язык? Перемещаются. В пространстве и во времени. Есть варианты, ребята. поехали почему змеи высовывают язык чтобы напугать хищников чтобы облизать добычу чтобы издать шипящий звук чтобы понюхать воздух последний пункт шипящий звук мнение разделились ну и понюхать конечно что понюхать воздух воздух это пятый вопрос психологический феномен при котором жертва испытывает привязанность и симпатию к своему агрессору стокольский синдром вообще кто здесь что-нибудь пожелайте этим приятным людям которые вот здесь все это смотрят то приятные люди любви вам счастья и денег побольше коронавирус вообще отстань коронавирус потому что корона любви любви мы вам желаем счастья здоровья детишек и чтобы бабосы все время как бы отвечали на вопросы все просто было что вышло вот тебе бабосы всегда чтобы все было пока ребята отыщем когда двоих может сфоткаемся давай конечно че как вообще чем занимаетесь на досуге ну этот менеджер на долянке людей людям людей людям нормально а как это людей людям на найма смог открыл снимаем а ты че пашка сейчас мы классная фото за бубень окнука оленька оленька залетай сюда так камера до хрен с ней с камеры будем бузе приехали все я все прям поехали пошли в баню пойдем андрюха приедет андрюха не не прием мы можем сами снятся так так пожить еще снимать димон а димон димон тоже классно вот так не села пришли туда люди так я уже сказал что сейчас еще будет продолжение да а на том канале мы сейчас баню идем там огонь будет огонечек ребят нет дорогие друзья это не у вас звук выключился это я такой мудозвон который записал шикарнейший лучший эпизод из всех моих выпусков и у меня не записался звук когда я это увидел я сначала плакал потом пошел в магазин купил себе водки напился потом блевал и все-таки решил сделать что-то с этими кадрами потому что они лучшие я клянусь вам это это не замануха это правда прошу вас досмотрите это до конца я озвучу я озвучу все что здесь происходило но такого как сейчас не происходило ни когда кадры эти озвучка моя поехали привет бэйбэ как тебя зовут а меня зовут юля классное имя как делишки ништяк откуда я приехал из москвы неужели ты москвичка в натуре да 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 я приехал сюда бегать тут будут соревнования бегать завтра это клёво я обожаю бегать класс да 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 очень классно короче что короче в общем не буду терять времени зря у меня будет тут звука не будет звук это класс я люблю когда звучат всякие штуковины я люблю звук музыку и палец вверх это клёво палец вверх это клёво да Сделаем. Нет, 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 я не хочу делать. Вот так вот. Нет, нет, почему? Ты боишься, что я... Короче, здесь звука не будет, поэтому... Класс, звук, звук, звук. Успокойся. Значит так, я сейчас тебе вопросы задаю, плачу бабки за ответы. Понятно? Короче, все, давай начинать, потому что я уже запутался. Как там, что надо делать? Начинаем. Вопросы... Окей, окей, поехали. Поехали. В каком году была разрушена Берлинская стена? Отвечай. Берлинская стена? Да, Берлинская стена, отвечай. Я не знаю. Хорош прикалываться. Ты реально не знаешь? Давай отвечай нормально. Ты же взрослая баба. Сколько тебе лет? Сколько тебе лет, скажи? 32. Ты взрослый человек. Берлинская стена. Да, йоу. Что йоу? Делаю подсказку. В 1991 году произошло что? Какое... Не знаю, какое событие произошло. Какое событие? Развал СССР, 91 год. Об этом все знают. И это событие Я не понимаю, о чем... Что не понимаешь? Короче, Берлинская стена... Что? Не кивай. Она была попозже. Попозже. Вернее, пораньше. Наоборот, раньше, да. Торможу. Она была раньше. Она была 1980... Каком году? Скажи. Каком году? И все. Я от тебя отстану. Давай, говори. Хватит кивать головой. Скажи хоть что-нибудь. 1989 год. Все, молодец. Какое сухопутное животное может открыть рот максимально широко? Крокодил. Нет, не крокодил. Да. Что да? Нет. Сейчас я дам тебе варианты ответов. Итак, это аллигатор, крокодил, бабуин, бегемот. Это аллигатор. Точно уверена в этом? Можно позвонить подружке. А у меня нет подружек. Другу. У меня нет друга. А бабушке, маме. Папе можно? Да, можно папе позвонить. Или, может быть, кому-нибудь соседу можешь позвонить. Или никому не звони. Короче, я убираю два варианта. Я убираю бабуина и убираю крокодила. Остался аллигатор и бегемот. Выбирай. Выбирай кого угодно. Выбирай. Бегемот. Да, бегемот. Молодец. Ты слышишь, что качество звука опять изменилось? Нет, не слышу. У меня сопли полный нос. Я вообще... Ну ладно, вытирайся. Так, для вас информация, зрители. У меня опять звук поменялся, потому что сдох микрофон. Это первое. Второе. Я сейчас ей пел песню, но она не угадала. Но, во-первых, я это вставлять не буду в эфир. Вообще, как я это пел. Окей? Ну ладно, не вставлять, но я не угадала. Вот именно, что не угадала. Но все равно идем дальше. Сейчас будет четвертый вопрос, на который ты будешь отвечать. Я разрешаю тебе идти дальше. Окей? Окей. Так, продолжи фразу. Филиппа Ауреола Теофраста Бомбаста фон Гогентейма, он же Парацельс. Знаешь такого? Угу. Молодец. Итак, фраза. Все есть яд. И все есть лекарство. Фраза определяет это лишь доза. Я ему! Да, да! Да, молодец. Я молодец. Ты молодец. Молодец. Да, это вообще классная фраза. Моя любимая фраза, если честно. Ты слышала ее? Угу. Что скажешь по этому поводу? Все в норму. Да, да, все в норму. Слушай, энергичный, жизнерадостный человек, сравнительно легко переживающий неудачи и неприятности. Один из четырех типов темперамента классификации Гиппократа. Сангвиник! Держи. Да аккуратно. За низ держи. Я Юля. Я из Москвы. Приехал. Не знаю, так классно. Очень весело, что я попал в эту передачу. Все благодаря, наверное, тому, что вот, ну вот, 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 вот я здесь, а ты и ты здесь, конечно. Благодаря тебе спасибо вам. Отдай сюда. На, косарь. Ой, классно, не могу вообще. Класс, спасибо, да. Ну давай, короче, ты иди куда шла, ты молодец. Я рад, что мы... Да, это классно, обниматься. Не, обниматься не будем. Пальчик и на тебе. Это был спонсор у меня в том выпуске. Вот только сейчас пришла посылка. Да, сейчас спонсор у меня другой. Ой, класс, Кока-Кола. Да, сейчас я про коврики у меня спонсор в этом выпуске. А до этого была вот эта, как вот, доктор Пеппер. Ладно, окей, ладно, машу ручками, хлопаю. Я пошла туда-сюда. Все, ладно, давай, иди. Подождите, подождите, подожди, пожалуйста, подожди. А, я забыла. Как тебя зовут? Да я Жека. Ой, я из металки, вообще-то. Можно телефончик? Какой телефончик? Я же женатый человек, успокойся. Я не даю никому свой телефончик. Но все равно я тебе сказал, убери телефон. Убери телефон. Я не дам мне какой телефон. Ну, хотя бы поставь какой-нибудь лайк мне в инстаграме. Какой лайк в инстаграме? Так, что там у тебя инстаграм, да? Ну, блин, ты меня в неловкое положение водишь. Сейчас я тебе покажу инстаграм. Ладно, короче, я быстро ставлю тебе лайк. И ты потихонечку. Вот мой профиль. Так, какой профиль? А, вот такой. Ладно, давай потом. Давай потом. Сейчас некогда, мне снимать еще надо. Ну, все, я запомнил. Да, я запомнил, какой твой профиль. Просто поставлю лайк. Просто поставишь лайк. Спасибо. Или, а помнишь колбаса на три части можно разрезать? Вот, я так танцую буги-буги. Ну, вот, ладно. Ты молодец, конечно, но лучше иди, ну, иди куда шла. Хорошо. Классно, пальцы вверх. Да, давай, пока. Ты молодец, я молодец. Так, а вы что, зеньки вылупили, а? Будто бы меня знаете. Че, ребята, знаете, что ли, меня? Знаете Негодяя ТВ, а? Да, да, ты Жека, мы тебя знаем. Вау, классно. Обожаю, когда встречаю своих подписчиков. Да, это клево, ребята, что вы смотрите мой канал. Так, как тебя зовут? Да я Гринька. Гришка меня зовут. Да, Гришка? Да, Гриша. А ее как? Елизавета, это моя девушка. Так, Гриша, стой в сторонке. Я сейчас буду Елизавете задавать вопросы. На, попей, вот, это был мой бывший этот спонсор, короче. Ну, я тебе дам тушничка, на тебе кока-колючку. Спасибо. Да, это был спонсор в тот раз. Можешь махнуться, если тебе не нравится кола. Да, мы махнемся. Окей, супер. Ну, короче, давайте, ребята, поехали. Надеюсь, звук пишет. Если не пишет, это будет. Для чего были построены египетские пирамиды? Какая-то гробница. Гробница. Да, гробница. Для этого. Чего вы молчите? Я молчу, потому что, вот, согласен ли, паренек, Чего молчит у тебя? Да я не молчу. Он молчит. Да он не молчит. Ну, гробница по-любому. Что еще? Гробница. Да, гробница. Это гробница. Вопрос номер два. Учение о предсказании будущего по расположению звезд. Астрономия? Нет. Нет, ну, почти. Ну, да, астро. Астро, это прикольно. А что дальше? Что, ну, не астрономия, а по-другому. Это по-другому. Тут, например, по радио сейчас будет выступать астро... Что? Астролог. Ну, астрология. Да, да. А ты знал, что астрология? Да, да, я знал. Я подойду поближе, чтобы меня на камеру было видно. Хорошо, молодцы. Давайте дальше. Умышленно-скандальная выходка или вызывающее, шокирующее поведение. Нужны варианты? Есть варианты ответов. Могу сказать тебе варианты. Да, давай. Итак, это Ля Рушь, Форсаж, Эпотаж, Сосисушь. Сосисушь? Какой бред, Сосисушь. Не Сосисушь? Да нет, вряд ли. Точно не Сосисушь? Нет, не Сосисушь. Может быть, Форсаж, Ля Рушь. Да, Эпотаж. 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 Да. Это Колумбийский. Лиз, мы с тобой классно спели песню, но я не буду это вставлять в эфир, окей? Ну, так не получится, как мы это спели. Ты все угадала. Да, мы спели вместе с ней, это было круто, но, увы, техника подвела. Давай вопрос пятый на тысячонку рублей. В общем, вопрос следующий. Если Гришка сделает тебе предложение, ты скажешь ему да? Да, скажу да. Да? Ну, так а что тогда? Что? А вон там что происходит сзади тебя? Что там происходит? Что там происходит? Дон... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, наверное, и всё Выпуск подойдёт сейчас к концу А вообще, как случилось-то, наверное, вам интересно Мне позвонил... Нет, не позвонил Написал в Инстаграме Гриша Написал о том, что он хочет сделать предложение своей девушке И я говорю, давай сделаем И вот мы сделали это Вот как он мне написал, так через три дня мы это и сделали Да, классно Я просто сказал ему, где я буду снимать, в какое время И вот так всё мы классно замутили Со звуком, конечно, получилась борода Ну, тоже... Зато вот скреативили Не знаю, пока не воткнул я карту памяти в компьютер Я не понимаю, записывает ли звук сейчас Это поганая петличка Уже заказал себе новую петлю А вот эта падла меня подвела Мало того, что она не снимала Тогда, так она ещё, зараза И сейчас, когда я делаю озвучку Тоже исполнила и просто не работает Может, сейчас заработала Хрен просыт Я не понимаю, как она работает 6 марта Это будет суббота Я буду в Москве У меня будет там мероприятие Я буду вести свадьбу Кстати, подписчика Парня, который смотрит мои видосы Он написал мне Я приезжаю утром Я хочу сделать выпуск Буду это делать на Красной площади Я ни разу не был на Красной площади Если вы хотите поучаствовать, москвичи Приходите на Красную площадь Залезайте в мой инстаграм Чтобы понимать, во сколько точно это будет В 3 часа я должен быть уже в лабне И в 5 я веду мероприятие Какая ещё информация? Какая информация? Да всё, наверное Пишите в комментариях Что-нибудь хорошее Поздравьте Гришу с Лизой С этим событием Которое в них произошло В описании будет ссылка На те коврики На тех ребят, которые Они также Мои подписчики Мои зрители Которые Заказали у меня рекламу И предоставили те Классные коврики Всё будет в описании Отикла рука у меня Ну, надеюсь, сейчас звук запишется Не придётся это всё перезаписывать На камерную Микрофонную систему Всё I love you Всех целую Обнимаю Пока А так тебе тогда вопрос За бабос Можно? Давай Давай, интересно Почему объектив круглый А фотография квадратная? Кто ответит на этот вопрос Получит Фотосессию Колян, иди сюда Нам нужна твоя помощь Мне нужен эрудит Ребят, давайте ближе сюда Камера, она не двигается просто Вопросы Вопросы задали нам Почему объектив круглый А фотографии получаются квадратные? Это, скорее всего Должен быть какой-то весёлый Позитивный ответ Либо есть какой-то, ну, реальный Это всё нормально Как всё логично Потому что и плёнка квадратная Ну, а либо Ну, а если цифровые Там и плёнки нет А куда ты подъехал? И плёнки нет И как так? Ну, тогда я без фотосессии остался Но мы давайте все просветимся И будет интересно Фотографы пишу светом Поэтому пишите светом Попадаем, да, в объектив И попадаем в кадры Нет, да как, почему? Зеркало прямомление Ну, это очень серьёзно Это из физики О май гаааа Обалдеть, сколько подарков Всё, я прослушал, что вы там трепали Ой, какие конфеты Ну, всё, ребят Ну, всё, ребят Разнообразные неправильные мнения Я тоже не понял Преломление света с зеркалом Всё, я с ума сошёл Всё, это с ума Всё, ребят, давайте Пашка, приятно было познакомиться До свидания До свидания Хорошего дня Отличного настроения Лайки-лайки Всего доброго Приехали все Все прям Да, поехали Пошли в баню Пойдём Андрюха, приедете тоже? Андрюха, не, не приедет Мы можем сами сняться Так так, так Пождите, ещё снимает ли Димон! А, Димон Димон тоже классный Вот Так Давай скажем, чтобы не села Перешли туда люди Так, я уже сказал Что Сейчас ещё будет продолжение Да А на том канале Мы сейчас в баню идём Там огонь будет Огонёчек, ребят Макунга Субтитры сделал DimaTorzok